Ларри Даут – французская компания, специализирующаяся на дистанционной продаже одежды, претапорты, предметов интерьера. Была основана в 1837 году и стала первопроходцем в дистанционной торговле во Франции. В 1969 году создала первую капсульную коллекцию в истории моды. Компания представлена в 26 странах мира, в том числе в России, и имеет более 10 миллионов клиентов. В России Ларри Даут с 2006 года. Сайт компании Ларри Даут. www.laridout.fair. Российское представительство ХАП. www.laridout.ru История Ларри Даут. 1837 год. История Ларри Даут берет начало в 1837, когда Жозеф Полли, выходец из крестьянской семьи, приезжает в Рубе, шерстяную столицу Франции. Там он основывает первую мастерскую по производству цветной шерсти и изобретает новые способы ее окрашивания. 1873 год. Сын Джозефа Шарль принимает эстафету и открывает полноценное производство. Свой завод он строит на пересечении улиц Бланчемелы Ларри Даут и называет его «Предельный Ларри Даут» в честь той самой улицы, на которой он был построен. 1922 год. После Первой мировой войны Ларри Даут оказывается в кризисной ситуации. После отказов почти всех рынков закупать товар, семья Полли находит хитрый способ чистить склады. 12 октября 1922 года они размещают небольшое объявление о продаже уцененной шерстяной нити в ежедневной газете Le Journal de Robux. Объявление вышло под заголовком «Для прижи» и предлагало ассортимент шерстяных мотков и клубков нити со скидкой. В тот день родилось понятие «дистанционная торговля». 1928 год. Выходит первый каталог всего на 16 страницах. В каталоге представлено 40 товаров из шерсти. 1956 год. Открывается производство мебели. 1962 год. Достигнут рубеж в 50 тысячах. Артикулов с тех пор и по наши дни было напечатано 14 миллионов экземпляров каталогов для распространения во Франции за ее пределами. 1964 год. Компания выходит на биржу и становится лидером в дистанционной торговле. 1970 год. Открывается первый телефонный центр для принятия заказов. 1982 год. Создан первый зарубежный филиал компании в Бельгии. 1994 год. Компания начинает принимать заказы круглосуточно. 1997 год. Ларри Даут входит в состав Кирин Граупи. Бывшая компания Граупи Пинот. Принтемпс Редаут под руководством Франсуа Пина. 1999 год. Открывается интернет-магазин Ларри Даут. Компания представлена во всех дистанционных каналах продаж. Не останавливаясь на этом, компания продолжает изобретать новые способы общения с потребителями и открывает временные магазины во всех больших городах Франции. 2006 год. Филиал Ларри Даут открывается в России. 2013 год. В октябре 2013 Кирин Групп сообщает о поиске нового владельца для Ларри Даут. 4 декабря 2013 года руководителями и главными акционерами компании становятся Натали Балл и Эрит Курти. Внутренние бренды Ларри Даут. С момента основания Ларри Даут развивает собственные бренды. Прето Пурти, Эрисентел, Лора Клемент, Мадемой Солар, Софт Грей, Ануэйберн, Тейл Лисим, Эр Китц, Эр Тенс, Эр Баби, Лав, Джозефин, Текстиль для дома, Бест, Ривери, Ривери Колор, Сенарио, Мебель, Ларри Даут, Интерьерс, ЭМПМ, направление Ларри Даут. Бумажный каталог. Первый каталог появился в 1928 году. Он состоял из 16 страниц и включал в себя 40 товаров из трикотажа. В 1956 году в каталоге появляется раздел «Текстиль для дома». 1962 каталог насчитывает более 50 тысяч артикулов. Два года спустя компания выходит на биржу и становится лидером среди компаний дистанционной торговли. Эту планку она будет держать до входа в состав группы PPR. Сегодня общий тираж каталогов насчитывает 14 миллионов экземпляров и распространяется во Франции из-за ее рубежом развития дистанционной торговли. Будучи лидером в области дистанционной торговли, Ларри Даут постоянно разрабатывает различные стратегии по поддержанию авторитета. После окончания Второй мировой войны и до появления интернета компания запустила несколько крупных проектов. В 1969 году Ларри Даут заключает партнерский договор с Финнерф и начинает выпускать свою кредитную карту «Кенгуру». Это была первая кредитная карта, рассчитанная на женскую аудиторию и выпущенная компанией, специализирующейся на дистанционной торговле. На данный момент картами владеет около 3 миллионов человек. В 1970 Ларри Даут открывает свой колл-центр. В 1984 компания запускает сервис на устройствах минитель развития веб-направления. Будучи представленным на устройствах минитель, Ларри Даут старается как можно скорее завоевать интернет, рассматривая последний как способ быстрого развития бренда. В 1994 году был запущен интернет-магазин Ларри Даут. На данный момент прибыль от продаж через интернет составляет 78% общего объема продаж компании. Сотрудничество с дизайнерами С 1969 года Ларри Даут преследует цель сделать высокую моду доступной для обывателей. В разное время на страницах каталога можно было найти капсульные коллекции таких известных дизайнеров, как Ивсен Лоран, Кристиан Лакруа Асзара, Энтони Вакарила, Робер Клержер и Иване Сабруно. Ларри Даут также делает ставку на юных дизайнеров, таких как Папи Марине, Клади Пьерло, Кристоф Лемер, Изабель Маран, Жамен Пуёша, Мишель Вивьен. Капсульные коллекции до 2000 года Капсульные коллекции после 2000 года Ларри Даут в России В Россию компания Ларри Даут пришла в 2006 году под руководством генерального директора Жоземец. Юридическое название российского филиала ООО «Ларри Дут Рус» Компания успешно работает на рынке каталожной интернет-торговли. В России основное предложение компании Ларри Дут – это готовая одежда для всей семьи. Отдельный сегмент одежды больших размеров под маркой «Тейл Лисим» В 2014 году руководителем русского филиала стала Гри Гусев. В сентябре 2015 года компания «Ларри Дут Рус» становится стильным партнером музыкального ТВ-шоу «Голос». В октябре 2015 Ларри Даут принимает участие в неделе моды в Москве, впервые представив в рамках недели моды коллекцию одежды размера «Плюс».